Издательство Эксмо. Диана Гэбблден. Чужестранка. Книга первая. Восхождение к любви. Памяти моей матери, Жаклин Сайкс Гэбблден, которая научила меня читать. Люди исчезают постоянно. Спросите об этом у любого полицейского, или лучше у журналиста. Для журналистов исчезновение их хлеб. Молодые девушки убегают из дома. Дети уезжают от родителей и не возвращаются. Экономки поддаются искушению и, прихватив хозяйские деньги, прыгают в такси до вокзала. Биржевые игроки меняют имена и скрываются в клубах сигаретного дыма. Многие из пропавших находятся, так или иначе, живыми или мертвыми. Исчезновение, в конце концов, получают объяснение. Как правило. Часть первая. Инвернес. 1945 год. Глава первая. Новое начало. Это было не особенно подходящее место для исчезновения. По крайней мере, на первый взгляд. Апартаменты миссис Бейрд не отличались от тысячи других пансионов в Горной Шотландии 1945 года, опрятных и тихих. Обои в цветочек, полы, натертые до блеска. В ванной надо опустить монетку, чтобы пошла горячая вода. Сама миссис Бейрд оказалась маленькой и очень подвижной пышкой. Ее нисколько не беспокоило, что Фрэнк разбрасывает книги и газеты, без которых не мыслит своей жизни по ее крошечной гостиной с обоими в мелкую розу. Я встретила миссис Бейрд в передней перед выходом. Она ухватила меня за рукав и потянулась к моим волосам. «Миссис Рэндалл, это возмутительно показываться на люди с такой головой. Подождите, я немного приведу вас в порядок». Ну вот, уже лучше. Моя кузина рассказывала, что сделала перманентную завивку по новой технологии, выглядит великолепно и держится как надо. Может, и вам стоит попробовать? У меня не хватило духу признаться, что мои непокорные каштановые кудри — каприз природы, а не результат небрежности парикмахеров. Волосы миссис Бейрда, уложенные аккуратными волнами, свидетельствовали о том, что к ее прическе отнеслись со всей серьезностью. «Я непременно так и сделаю, миссис Бейрд», — соврала я. «Я иду в деревню. Мы договорились встретиться там с Фрэнком. Вернемся к чаю». Выскочив за дверь, я быстро зашагала по дорожке, пока хозяйка не нашла в моем внешнем виде еще какие-нибудь недочеты. Четыре года прослужив медсестрой в королевской армии я радовалась отсутствию формы и с удовольствием носила светлое хлопчато-бумажное платье, совершенно неподходящее для прогулок по вересковым пустошам. Не то чтобы прогулки подобного толка были мне очень интересны. Мечты мои устремлялись совсем к другому — утром спать подольше, а вечера проводить в постели с Фрэнком. Но уже не спать. Однако этот романтический план раз за разом проваливался из-за рвения и постоянства, с каким миссис Берд пылесосила прямо у нас под дверью. «Должно быть, это самый грязный ковер во всей Шотландии». К такому выводу пришел Фрэнк этим утром, когда в прихожей с позаранку взревел пылесос. «Почти такой же грязный, как воображение нашей хозяйки», — согласилась я. «Может, нам стоило поехать в Брайтон?» Нам выпал шанс отдохнуть, перед тем, как Фрэнк вступит в должность профессора истории в Оксфорде. И выбрали Шотландию, из-за того, что ее меньше других областей Британии коснулись ужасы войны, а лихорадочная веселость послевоенного времени охватила ее не в той степени, как многие другие курортные места. Кроме того, хоть мы и не произносили этого вслух, для нашего брака горы Шотландии имели некое символическое значение. Мы поженились семь лет назад, и именно в Шотландии успели провести два дня медового месяца перед тем, как разразилась война. Мирное прибежище, где мы вновь обретем друг друга. Так мы думали, несколько упустив из виду, что если гольф и рыбалка — наиболее популярные виды спорта на открытом воздухе, то в закрытых пространствах здесь предпочитают сплетни и пересуды. Поскольку в Шотландии дождливо, люди проводят в последних больше времени. «Ты куда собираешься?» — спросила я, когда Фрэнк спустил ноги с кровати. «Страшно не хочется разочаровывать старушку», — ответил он, и, усевшись поудобнее на краю древней кровати, принялся раскачиваться взад-вперед. Кровать пронзительно заскрипела, пылесос в прихожей резко умолк. Поскрипев минуту или две, Фрэнк театрально застонал и с размаху откинулся назад, так что пружины зазвенели. Я захихикала и уткнулась в подушку, чтобы не спугнуть притаившуюся за дверью слушательницу. Фрэнк нахмурил брови. «Ты должна биться в экстазе, а не хихикать», — прошепел он. «Иначе она решит, что любовник из меня никудышный». Тебе следовало бы уделить этому больше времени, чтобы услышать экстатические стоны. За две минуты ничего, кроме хихиканья, не получишь. «Бессердечная ты развратница. Прошу не забывать, что я приехал отдыхать». «Ты лентяй. Если не будешь работать, на твоем генеалогическом древе никогда не вырастет новая ветвь». Страсть Фрэнка к генеалогии стала еще одной причиной, по которой мы выбрали Шотландию. Если верить одному потрепанному клочку бумаги, Фрэнк везде носил его с собой. То один из его занудных предков чем-то занимался в этих местах то ли в восемнадцатом, то ли даже в семнадцатом веке. «Если я превращусь в засохший сучок на моем фамильном древе, то повинна в этом будет наша неутомимая хозяйка. Ведь мы женаты почти восемь лет. Фрэнк-младший может быть зачат на вполне законных основаниях и без свидетелей». «Если он вообще будет зачат», — мрачно добавила я, вспомнив о разочаровании, которое мы пережили за неделю до отъезда. «Воздух здесь бодрящий, а питание регулярное. Чем еще можно помочь делу?» Позавчера на обед подавали жареную сельдь, вчера на ланч — соленую. А сегодня на завтрак, судя по запаху из кухни, должны были подать копченую. «Если не хочешь дать миссис Бэрд еще один повод для нотации», — сказала я, — «то тебе, пожалуй, пора одеваться. Ты ведь, кажется, должен встретиться с пастором в десять». Достопочтенный доктор Реджиналд Уэкфилд, местный викарий, обещал дать Фрэнку изучить невероятно увлекательные записи о крещениях, не говоря уже о блестящей перспективе, отыскать в архивах какие-нибудь ветхие офицерские списки или хотя бы упоминания о пресловутом предке. «А как звали твоего пра-пра-пра-пра-дедушку, который сшивался в этих краях во время одного из восстаний?» — спросила я. «Не могу вспомнить, Уилли или Уолтер?» «Вообще-то его звали Джонатан». Фрэнк в целом спокойно относился к тому, что я не проявляю интереса к истории его семьи, но постоянно был на готове, чтобы воспользоваться малейшим любопытством с моей стороны для сообщения фактов о генеалогическом древе Рэндаллов. Он застегивал рубашку, а в глазах уже зажегся фанатичный блеск увлеченного преподавателя истории. Джонатан Уолвертон Рэндалл. Уолвертоном его назвали в честь дяди по матери, рыцаря из Суссекса. Но он был известен под лихим прозвищем Черный Джек, которое он получил в армии, думаю, как раз во время службы в этих местах. Я упала Нечком на постель и изобразила храп. Фрэнк, не обращая на меня внимания, продолжил свою лекцию. Он купил патент на офицерский чин в середине 30-х годов. Я имею в виду 1730-х и стал драгунским капитаном. Судя по тем старым письмам, которые отправила мне кузина Мэй, он нес службу отлично. Не дурной вариант для второго сына. Младший из троих братьев, согласно традиции, стал викарием, но о нем мне пока не удалось много узнать. Во всяком случае, Джек Рэндалл получил похвалу от герцога Сандрингема за свои действия накануне и во время событий 45-го года, то есть второго якобитского восстания. И добавил снисходительно, чтобы убедиться, что невежественная аудитория в лице меня владеет контекстом. Ну, ты же знаешь, красавчик принц Чарли и вот это все. Примечание. Красавчик принц Чарли, одно из прозваний принца Карла Стюарта, 1720-1788 годы жизни. Или младшего претендента, возглавившего якобитское восстание 1745-1746 года. Якобиты – сторонники короля Якова II, правил в 1685-1688 годах, и его наследников. Здесь и далее примечание переводчика. «Не уверена, что шотландцы до конца осознали, что они проиграли в тот раз», – заметила я, усаживаясь на постели и пытаясь привести в порядок волосы. «Вчера в пабе слышала, что бармен называл нас «сассенах».» «А почему нет?» – благодушно отозвался Фрэнк. «Это всего-навсего означает англичанин, или в крайнем случае чужак, а мы и есть чужаки». «Я знаю, что это означает. Мне не понравился его тон». Фрэнк порылся в ящике стола в поисках своего ремня. Он просто обиделся. «Я сказал, что у них эль слабый, потому как, видишь ли, в бочку с настоящим шотландским элем полагается бросить для крепости старый башмак, а готовый продукт процедить через хорошо поношенную единицу нижнего белья». «А, так вот, чтоб повлияло на сумму счета». Я выразился даже более деликатно, потому что в гельском языке нет слова для штанов или трусов. Примечание. Гельский. Гаэльский, шотландский, эрский язык. Один из кельтских языков распространен в северо-западной Шотландии. По происхождению диалект ирландского языка. Я потянулась за собственными трусиками заинтригованная. «А почему нет? Разве шотландцы в старину не носили нижнего белья?» Фрэнк покосился на меня. «А ты никогда не слышала песенку о том, что носит шотландец под своим килтом?» «Надеюсь, что не панталоны до колен, как настоящие джентльмены», сухо заметила я. «Может, мне, пока ты развлекаешься с викарием, поискать местного любителя национальной одежды и спросить у него?» «Пожалуйста, только постарайся, чтобы тебя не арестовали, Клар. Декан колледжа святого Гилберта вряд ли это оценит». Я не встретила ни одного шотландца в Килте, который слонялся бы по городской площади или посещал местные магазины. Но там были другие люди. В основном домоправительницы, вроде миссис Берд, совершающие покупки. Они громко болтали и обменивались сплетнями. Их дородные фигуры, облаченные в платье из набивного ситца, делали атмосферу в магазинах какой-то особенно уютной и тёплой, на контрасте с холодной моросью снаружи. Поскольку собственного дома у меня не было, то покупать мне было почти нечего. Но разглядывание товаров, вновь в изобилии появившихся на полках, доставляло удовольствие. Мы так долго жили по карточкам, обходясь даже без таких необходимых вещей, как мыло и яйца, а уж о малейшей роскоши вроде одеколона «Голубой час» и говорить нечего. Я задержалась у витрины магазина товаров для дома. Там были вышитые чайные скатерти и салфетки, кувшины и бокалы, комплект форм для выпечки и набор из трёх вас. Вас у меня никогда не было. Во время войны я жила в общежитии для медсестёр. Сначала в госпитале Пембрак, позднее в полевом госпитале во Франции. А до войны мы нигде не жили подолгу, и потому собственного жилья у нас не появилось. Купи я себе вазочку, дядя Лэмп наполнил бы её своими древними черепками ещё до того, как я оказалась бы рядом с букетом маргариток. Квентин Лэмберт Бошен. Кью для студентов-археологов и для друзей. Доктор Бошен в учёных кругах, которые были для него всем. Но для меня всегда только дядя Лэмп. Единственный брат моего отца и мой живой родственник. Я свалилась на его голову пятилетней девочкой, когда мои родители погибли в автокатастрофе. В то время он как раз планировал путешествие на Средний Восток. Всё отложил, чтобы устроить похороны, продать имущество родителей, а меня поместить в хорошую школу-интернат для девочек. Помещаться в эту школу я отказалась наотрез. Дядя Лэмп ненавидел личные конфликты любого рода. Столкнувшись с необходимостью отдирать мои пухлые пальчики от двери автомобиля и насильно волочить меня по ступенькам в школу, он устало вздохнул, пожал плечами и выбросил из окна машины свои благие намерения вместе с моей новой соломенной шляпкой. «Жуть какая!» — пробормотал он, глядя в зеркало заднего вида, на то, как шляпка весело катится по дороге, пока мы набираем скорость, удаляясь в противоположном направлении. «Всегда ненавидел дамские шляпки. Любые!» Он сурово посмотрел на меня и добавил. «Запомни одно. Ты не будешь играть моими персидскими резными статуэтками. Все что угодно, только не это. Поняла?» Я удовлетворенно кивнула и поехала с ним на Средний Восток, потом в Южную Америку, а потом еще в самые разные уголки мира. Я научилась читать и писать по заголовкам в журналах, научилась копать уборные, кипятить воду и делать еще множество вещей, совершенно не подходящих для девицы хорошего происхождения. И занималась всем этим, пока не встретила красивого темноволосого историка, который приехал к дяде проконсультироваться по поводу возможных связей между французской философией и египетскими религиозными обрядами. Но и после нашей свадьбы с Фрэнком мы вели кочевой образ жизни, типичный для молодых ученых, которым приходится жить либо в гостиницах, во время научных конференций, либо в съемных квартирах. Потом началась война, Фрэнк попал в офицерскую школу, оттуда в разведгруппу Ми-6, а я поступила в школу медсестер. И хотя мы женаты почти восемь лет, нашим первым собственным домом будет новый дом в Оксфорде. Крепко зажав сумку под мышкой, я вошла в магазин и купила вазы. Субтитры создавал DimaTorzok